всем доброе утро ну вот и к нам пришел снежок у нас сейчас на улице минус 4 градуса и сегодня самого раннего утра идет снег может быть на улице сейчас пойдем погуляем но что-то как-то даже не хочется выходить так что вот такая вот у нас снежная сегодня погода дети конечно радуются снегу но взрослые нет потому что пробки нереальные в краснодаре сегодня потому что скорее всего у большинства водителей нету даже зимней резины вот так аварий много пробки огромные лучше не высовываться сидеть дома соскучился по снегу пошли он уже тает как непривычно да за весь год первый раз снежок давненько не было холодный давай снимем может варежки слепишь снеговика и пошли туда дальше то есть грязь походим с ней погуляем сейчас немного на улице кстати тепло хорошо не холодно да нет насчет хорошей погоды и то что тепло я ошиблась ветер порывистый ледяной сносит с ног и уже мы замерзли никого на улице нет никого зато ребенок доволен самое главное подышим свежим воздухом погуляем и бегом домой и 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 мы уже едем домой у яночки розовые щеки нос да и варежки мокрый зашли булочную накупили плюшка всяких разных на 400 рублей аж будемпа процесс пить чай грет сюда да? Анюта как раз со школой скоро придет. Выходи давай. На улице, конечно, очень сильный ветер. Холодный. А наш папочка так вообще не захотел идти никуда. Красная такая. Нагулялись. Мы хорошо прям. Пришли гости. Ира отказывается сниматься. Вот, значит, принесла мне такой вот цветок. Она не знает, правда, его название. Если кто знает, напишите, что это за цветок. Посмотрите, какой красивый, классный. Она мне его подарила, потому что там некому за ним ухаживать, но он ей понравился, поэтому она его купила. Вот, решила мне его подарить. Посмотрите, какие лепестки у него разноцветные. Красивые. Здесь зеленый, а тут такой красный. Вот он еще цветет интересно. Здесь какая-то вот жидкость, что ли, у него выделяется. Надеюсь, хороший. Надо будет пересадить его в красивый горшок, потому что она принесла в том, в котором он был. Вот, ну и сейчас будем пить чаек. Булок накупили, пиццу, такие вот пирожные. И будем пробовать такое вот варенье. Черничное из икеи. Первый раз буду пробовать. Говорит, новинка. Так что вот так. Когда к нам приходит кто-то в гости, я это никогда не снимаю. Или гости против. И вообще, в принципе, не вижу смысла, потому что это личное. И я не хочу это показывать. Поэтому, если к нам кто-то приходит, то это никогда не попадает в основном в кадр. И если я это не показываю, то это не означает, что этого нет. так что будем сейчас общаться. Завтра они уже улетают. Всем большой привет. Мы вышли на улицу и сразу пошел снежок. Я помахал. Скажи всем привет. Ты рада, что идет снежок? Да. Ты куда идешь? Магазин. Магазин. Да, ветер будет туда лечить. Идем заняту встречать из школы и заодно соберем заказ. У меня там сезона пришли. Кое-что. Хорошая погодка, минус один и прям пошел снег. Когда я вам показывала, что у нас шел снег, это было позавчера. Вчера не было снега, а сегодня опять. Хотя обещали, что все растает. И хочу вам, девчонки, показать свой очередной заказ, который я сделал на сайте любимый Василек. Все ссылочки на их соцсети я оставлю внизу под роликом, как обычно. Но так как у меня этот раз заказ был небольшой, но довольно таки интересный, то поэтому распаковку я покажу во влоге. Вот накладная. Заказывала я два комплекта штор. Одни шторы из льна. Они стоили 4 748 рублей. Это для кухни я заказала. Они были в сером цвете. Так и это у нас полу лен лаванда белый цвет 2 260 Вот размеры 2 60 на 145 две штуки. Так здесь стопроцентный лен а тут полу лен. Вот так они выглядят. И заказала для Яны вот таких два комплекта белья трусы и майка. Состав у этого комплекта 92% хлопок и 8% лайкра. Взяла на рост 110 в таком светло-розовом цвете и в таком светло-желтом. Заказываю уже не первый раз такой комплект. В носке он отлично себя показал. ткань не вытягивается не выцветает не линяет отлично все стирается все очень классный комплект и приятный к телу ткань такая очень хорошо особенно трусики когда на девочки вот такие вот мягкие без добавок и вот себе вот такой вот взяла тунику для дома это новинка кока-кола так что у нее тут по составу так материал кулерка стопроцентный хлопок взяла в сорок восьмом размере такая плотная ткань и расцветка такая приятная но я думаю она где-то мне будет по колено наверное может быть даже и пониже и раскрыла я шторы идет такая вот узкая шторная лента и вот такой вот подхват здесь две штуки это надо все конечно будет погладить и будет вид совершенно другой и вот такой вот у них подворот у этих штор небольшой это низ и вот так вот выглядит сама ткань и вот вторая штора но как я все поглажу постираю примерим и вам покажу должно все подойти хорошо но эти шторы из полы льна я заказала в детскую с лавандой под наш лавандовый цвет в спальне детской вот у этих штор также идет два подхвата и такая вот шторная лента но они прямо светленькие такие и ткань кстати немножко помягче в отличие вот от этих вот которые на кухне я заказала она погрубее ну вот эти вот мягкие такие такая яркая расцветка рисунок такой яркий ну а сами по себе они такие светленькие мягкие 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Закончила я уборку на кухне Сейчас осталось только погладить и повесить шторы Сейчас я как раз этим и займусь И решили заодно сделать перестановку Посмотреть, как будет у нас смотреться стол Если мы его поставим сюда Стулья И диван Но диван мы уже мерили раньше И я, в принципе, знала, что он будет немного выпирать И мешать проходу на балкон Но у нас немножечко планы на кухню другие Вот этот диван мы пока поставили так Он, конечно, очень громоздкий для кухни И сюда мало подходит, так как он занимает много лишнего места И большую часть времени мы сидим только на одной половине дивана Когда он у нас стоял там Но когда к нам приходят гости Это очень удобно У нас все сидят на диване Это самое любимое место у гостей Ну а так как мы большую часть времени проводим на кухне С семьей То поэтому мы решили немножечко сейчас поменять местами Посмотреть, будет удобно этим пользоваться так или нет Но к дивану теперь подход есть Полностью можно сидеть и с той стороны Можно сидеть и тут Ну и к столу также Один стол мы, наверное, скорее всего сюда поставим Вот тут будут сидеть дети А тут я Или наоборот как-нибудь решим И еще сюда на стол не хватает какого-нибудь цветочка, зелени Ну, одним словом Захотелось там что-то поменять Экспериментируем Не останавливаемся на достигнутом Вот на эту, кстати, стену у меня тоже есть планы Вот, поменять здесь обои я хочу Немножечко сделать по-другому Но это я с вами просто поделилась сейчас с планами Вот, и кстати, что хочу сказать Что вот здесь теперь проход на кухню стал больше Если у нас здесь будет угловая стоять кухня И вот выбирать будет вот так вот угол То проход как раз будет хорошим Даже если диван будет стоять там Ну, пока как-то так Оставим, потом будет видно Наводим сегодня уборку в квартире Я сейчас перемыла везде все полы Все сантехнику Анюта тоже решила в своих игрушках навести порядок У нас потому что тут творится ужас Что вот это вообще ящик переполнен По очереди, да, по порядку все ящики Перебираем тут тоже Все, все забито игрушками И сломанное, и не сломанное И играют они, не играют Так что сейчас все по пакетикам, да, которые не играют Уберут Сломанные сразу на выкид Потом протрем все ящички И будет к Новому году у нас идеальный порядок, да? Вот, посмотрите, какую красоту Анюта сегодня сделала Когда я ее пока мыла полы Эта втулка от туалетной бумаги остается Она говорит, не выбрасывайте ее И посмотрите, какую она красоту сделала Я вот там уже сделала сценку легкую А, это у них как театр, да, кукольный? И? Ну, держи Они с Яной играли сегодня А вот и Яночка Ой, тебе сколько колечек Так что вот, что можно сделать Давай я пока их уберу Сейчас будете Как порядок наведете, так все Будет все везде лежать И вот я вижу резинку, смотри Анюта А мы резинки не можем для волос найти Это такая вещь, которая исчезает на раз-два Вот, собирай их в кучу и убирай там, где они должны лежать Для кукол платьишки мы складываем отдельно Мы очень давно здесь не наводили порядок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас будем вешать шторы Но прежде чем их туда повесить Нам надо было сдвинуть немножко тюль Она висела на вот этой вот ближней А надо на дальней теперь Заодно пыль протерли на холодильнике Что они? Посмотрим, как будут Смотреться они Я их погладила Но они так быстро мнутся Вот они лежат И вот уже опять мнутся Лен Это такая ткань Я ее, если честно, не люблю Особенно, когда вот в одежде У меня были штаны Я помню Они постоянно, вечно были мяты у меня Но для штор, может быть, это и нормально Потому что их как повесишь Соберешь и они будут висеть И заодно я хочу вот эти вот трубы Я хочу вам показать в итоге, что у нас получилось Вот так вот смотрятся шторы на кухне Очень даже неплохо, на мой взгляд Сама ткань издалека смотрится отлично Такое немножко поблескивание Сами шторы, но относительно плотные В принципе, они свою функцию могут выполнять Закрывать окно от прямых солнечных лучей То, что нам как раз здесь и не хватало Особенно в летнюю жаркую погоду Когда здесь очень активно светит солнце Так как это солнечная сторона То мы постоянно искали способы для того, чтобы закрыть окно Вот И нам здесь как раз таки не хватало этих штор Вот так вот они смотрятся поближе Вам могу показать Я еще их немножечко так прогладила Потом, когда повесила утюгом Я довольна, если честно Они смотрятся хорошо, без подхватов Хорошая такая плотная ткань И здесь вот тоже так Неплохо Вот так вот все и смотрится издалека Завтра я буду снимать эту тюль, ее стирать Потому что она у меня уже грязная И вообще, по-хорошему, я ее хочу сменить Вот буду на днях заказывать новую покороче Потому что она у нас слишком длинная И дети ее испортили Она здесь у меня в затяжках Ну, одним словом, не очень Вот, ну, а вот так вот шторы смотрятся неплохо У нас здесь есть еще рулонные шторы на окнах Но мы ими редко пользуемся И не знаю, будем ли мы пользоваться вот этими вот шторами Но я их больше повесила просто для красоты, для уюта И вот так вот смотрится вторая Все, девчонки, буду на этом с вами прощаться Всем пока-пока и до завтра Мы уже искупались Дети у меня обсыхают И все, сейчас будем спать Да? Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok